В одной из деревень нашего района сегодня проходит праздник, День деревни. Как раз туда я и направляюсь. Приехала заранее, поэтому есть возможность спокойно разложиться. Это клуб, сцена. Тут для зрителей места, палаточка торговая будет. И я себе вот, правда на солнышке, но нашла вот такое место. Буду там стоять, сейчас пойду разлаживаться. Расскажу, почему тут, потому что вот здесь будут батуты. Где батуты, там дети, а где дети, там и я. И два пакетчика. Немного, но все, что есть, как говорится. У меня всего три коробочки. В этой отдельно обручи лежат с бабочками. Просто обручи и несколько заколочек. Здесь у меня заколочки и бантики. И в третьей коробочке у меня бантики из органзы. Чтобы не помялись, я их отдельно ложу. Они нежные, воздушные и друг друга не помнут. Сейчас разложусь и покажу, как будет выглядеть мой стол. Забыла еще одну коробочку показать. Сейчас ушла в тюнек с ней, потому что на солнце практически ничего не видно. Все, кто помнит, в прошлом видео я показывала, как делала эти бантики. И сейчас расскажу для чего. Бантики эти предназначены для эксперимента. То есть я их выставлю по самой низкой цене, чтобы каждый желающий мог приобрести себе бантики. Интересно, будут ли их покупать. Они маленькие, яркие, красивые, стоят сущие копейки. Я уже разложилась. Рядышком разлаживаются игрушки и расставляются батуты. Но прежде чем покажу вам свой столик, хочу ответить на ваш вопрос и показать документы, какие необходимо, чтобы пойти на ярмарку. Для начала нужна квитанция об уплате налога. У нас в этом году это 58 рублей, примерно 23 доллара. Также нужна книга учета проверок. Она абсолютно пустая, никто ни разу в нее ничего не записывал. Но я всегда беру ее с собой. Собственно говоря, больше ничего не нужно. Так, покажу все, что я выложила. Много белых, потому что скоро 1 сентября. Много белых бантиков из органзы. Также школьные бантики. Маленькие бантики выложила. И книжки из фетра сестры. Маленькие бантики. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... День деревни проводится каждый раз в разные деревни, чтобы жители всех деревень в районе могли поучаствовать в празднике. Обычно на этих праздниках чувствуется самый старый житель деревни, самый молодой, многодетные семьи, передовики производства. Для этих людей и для всех остальных жителей деревни делается праздник. Организовывается концерт, развлечения для детей, для взрослых. Отличием конкретно в этой деревне было то, что было шествие, такое я видела в первый раз. Что касается моих продаж, скажу сразу, выручила я немного, 30 рублей, но это лучше, чем ничего. Так как практически все дети скакали на батутах, ели сладкую вату, покупали одноразовые игрушки и, скажем так, не у всех остались денежки на то, чтобы быть красивыми. Еще хочу сказать по поводу эксперимента. Он мне удался, никто не подходил, эти бантики дешевые не спрашивал. И даже когда я предлагала, в принципе, не интересовали никого. Но я не сдаюсь и в следующий раз я уже придумала, что сделаю, обязательно еще с ними поэкспериментирую. Так что подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии, если в ваших районах, в ваших деревнях такие праздники, мне очень интересно. Субтитры сделал DimaTorzok